15 июня состоялась коллегия при главе городского поселения города Амурск. Более подробно расскажет моя коллега Валерия Толкачева. На повестке дня обсуждались два вопроса. О реализации молодежной политики в городском поселении города Амурск и о реализации программы развития физической культуры и спорта в городе Амурске. По первому вопросу выступила Светлана Жабская. На реализацию программ в 2015 году запланированы по программе молодежь 400 тысяч рублей, трудоустройства 315 тысяч рублей и на программу обеспечения жилья молодых семей 1 150 тысяч рублей. Численность молодежи города Амурска составляет 7 983 человека или 19% от всего населения города. Так как потребности в зависимости от возраста меняются, то и направления и мероприятия разработаны с учетом предпочтений целевой аудитории, с учетом восприятия молодежи современных целей и задач. Именно поэтому в программе разработаны следующие направления. Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, развитие инициативы и общественной активности молодежи, организация досуга работающей молодежи, популяризация здорового образа жизни молодой в среде, решение вопросов занятости молодежи, содействие в решении жизненных проблем. Эти направления сочетаются с целями и задачами, которые ставит наше государство для развития полноценного, патриотичного и культурного человека. При такой программе охват молодежи города составляет около 100%. Программа «Целевой метод» позволила распределить полномочия и ответственность и проводить мониторинг результатов реализации программы. Одним из приоритетных направлений государственной политики является возрождение патриотических традиций и воспитание гражданственности. Молодежь города принимает активное участие в экономическом развитии города. В 2015 году приоритетной задачей молодежи является активное вовлечение молодежи в социальную практику путем вовлечения развития добровольческой, волонтерской деятельности. Работа с молодежью – профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, молодежными и детскими общественными объединениями, а также с работодателями. Для реализации данных направлений происходит выделение средств из федерального, регионального и муниципального бюджета, а также идет создание целевых комплексных программ. В городе Амурске проходит целенаправленная политика по привлечению жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. На территории города функционируют 55 спортивных сооружений, из них один стадион, 14 плоскостных сооружений, 12 спортивных залов, 3 плавательных бассейна. В 2014 году спортсмены города Амурска добились определенных успехов на краевом и региональном уровне, где они в составах городских команд и в личных соревнованиях защищали спортивную честь города в таких видах спорта. Как волейбол, футбол, баскетбол, киукушенка, каратэ, до, лыжные гонки, хоккей, шайбой, дартс, спортивный туризм, бокс, пауэрлифтинг. Общая копилка под наградным медалям за первое место 33, второе место 30, третье место 32 медали. Спортивные разряды 1 и КМС имеют спортсмены в таких видах спорта. Дартс, киукушенка, каратэ, шахматы, выездный гонок, пауэрлифтинг, достойный теннис, плавание. А звание мастера спорта таких видах у нас есть. Мастера спорта, как дартс, плавание, киукушенка, каратэ, до, шахматы, лыжные гонки. В прошлом году присвоено спортивное звание мастера спорта Российской Федерации. победителю КНФ и участника чемпионата России по Дарсу Юрия Ельенко. Также у нас в чемпионате России участвовали представители клуба Киукушенкаев в городе Москве и во многих других соревнованиях международного класса. В прошлом году впервые амурчанин из арт-нахота выполнил норматив мастера спорта международного класса. Всего в 140 официальных соревнованиях различного уровня было задействовано 4886 участников. Доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой составила в городе Амурске 14%. Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами. Недостаток специализированных спортивных сооружений для занятий тяжелой атлетикой, спортивной и художественной гимнастикой, игровых мобильных площадок для населения с прикрепленными к ним профессиональными тренерами, несоответствие спортивного инвентаря и оборудования, современным задачам развития спорта. Все площадки, которые есть сегодня, я могу сказать, две площадки, которые, по крайней мере, могут сегодняшним современным соответствовать. Это площадка футболя на школе номер два и площадка за лицеем, за учетом. Вот таких площадок, которые сегодня там они сделаны, таких площадок должно быть в городе минимум пять. И они должны быть комплекс площадок. Играю я в футбол, я играю в футбол. Хочу играть в баскетбол, я играю в баскетбол. Хочу играть в теннис, большой теннис. В чем проблема, все натянули играть в теннис. То есть, такие площадки должны существовать. Площадки просто без хозяина, это тоже не площадки. Сегодня даже те спортивные сооружения, которые мы делаем, они, скажем так, без хозяина начинают просто их разламывать. И все, они не уходят, не в годность. И, конечно же, уже, Барисович, я об этом говорю, это касаемо, конечно же, нужно возрождать такую тенденцию. Это ответственные на предприятиях люди, которые отвечали именно за массовый вид спорта. И здесь можно говорить о том, что нужно очень много проводить соревнований. Соревнования – это подведение итогов. Самое основное – нужно дать условия, чтобы дети в шаговой доступности могли заниматься тем видом спорта. Любые, израильцы. Он в окошко поглядел туда, посмотрел, видит, где бегают в футбол. Он посекаетелся, придется побежал туда играть. Вот в таком варианте. Спасибо.